Всем привет, друзья, с вами Пипа, и сегодня мы посмотрим с вами игру, которая называется Агент 01. Давайте посмотрим, что игра из себя представляет. Должно быть что-то интересненькое. Это, скорее всего, у нас либо шутанчик, либо что-то такое. Кучу всяких кнопок для управления, ладно. Я думаю, мы по ходу дела разберемся, что нам тут будет нужно. Так, нам предлагают частную сеть открыть для игры. Зачем нам это нужно? Игра вроде не нуждается в интернете. И у нас вылетает то, что у нас игра сделана на CryEngine. Вот это интересненько. А вот снизу квадратики нам указывают на то, что каких-то шрифтов в игре не хватает. И это уже очень плохо. Ну да ладно, я надеюсь, это не сильно усугубит нашу общую комиссию по этой игре. Так, ну, слушайте. Блин, достаточно интересно выглядит. Это у нас шутанчик. Блин, а графоний-то тут завезли. Слушайте, ну на... Чего? Эй! Подожди, откуда ты? Где ты? Как-то... Блинт! Ой, вот стрельба тут вообще в тему. Очень круто сделано. Так, я уже, по-моему, играл. Так, ну-ка, давайте хэдшотик. В смысле? В смысле атака? Эй! А эти стреляют как, а? Где ты там? Я же не вижу вас в темноте. Ох ты, сколько их там вылезло-то! Вы чё, охренели, что ли? Так. Блин, нифига они вылезли. Пипец. Так, у меня 8% жизни осталось. Меня замочили. Давайте попробуем снова. Слушайте, я просто даже не ожидал, что вот так вот будут резко меня тут мочить. Я только начал разглядывать тот виды, типа, как всё тут хорошо, красиво. И в этот момент меня просто начали лупить со всех щелей. Единственное, зачем такие долгие загрузки тут сделаны? Я понимаю, что CryEngine очень крутой движок, на нём очень красивые игры делают, но почему так всё долго грузится тут? Так, я могу же фонарик включить? Нет, нифига я не могу фонарик включить. Так, ну могу гранату кинуть куда-нибудь. Тут где-то в кустах прям целая толпа сидела. Так, опа, вот, вот что мне было нужно. Прицел хороший и ночное видение. Так, ну-ка, где-то, вот он ходит. Есть, снял. Так, сейчас, скорее всего, откуда-то побегут ещё. Может не побегут, так аккуратненько сюда подходим. И смотрим, кого мы можем снять. Давайте вот этого снимем. Есть. Пока тихо. Аккуратненько, аккуратненько пробираемся. Я просто реально... Вот ещё один стоит. Так, целимся и... Огонь. Так, упал. Рядом стоящий чувак ничего не заметил вроде. Чего? Откуда? Откуда ты меня спалил-то? Ты чё, козёл, что ли? Где ты там? Всё? Ё-моё, сколько их там выбежало-то? Во, прям в репу попал. И этому в репу попал. Так, целую толпу положил. Вроде больше там никого нет. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Блин, прицел очень крутой. Эй. Есть тут кто? Блин, тут опасно ходить, на самом деле. Потому что в этой темноте может кто-нибудь где-нибудь торчать. Так, и чё мне тут нужно сделать? Выключить генератор. Так, выключил генератор. Достижения даже получили. Ништяк. Так, двигаться дальше. Следующая точка у нас наверху. А наверху у нас ещё народ там стоит. Тут надо поаккуратнее быть. Так, давайте сначала смотримся в траву. Где тут сколько народу? Вот один чувачок был. Так, вон второй идёт. Да серьёзно? Ты прыгаешь, что ли? Да где ты там? Чё я по тебе? Во, попал. Так, перезарядимся. Внимательно, во-первых. И аккуратно смотрим под... Опа, здрасте. Стоит тут. То есть, тут я стрелял, стоял. Ты даже не слышал? Чё-то какая-то глупость. Так, где-то тут ещё кто-то может быть. Аккуратненько и внимательно. Смотрим так. Чего ты видишь там? Откуда у вас опять столько? Так, ох ты, какие-то твое налево-то. Так, 3% меня опять замочили. Слушайте, ну это жесть какая-то. Их прям нету-нету-нету, а потом хренак и просто огромное количество набегает. Откуда их столько берётся, я чё-то не особо пойму. И нам постоянно приходится с самого начала. Мы на нормальном уровне сложности, кстати, играем. Можно было, конечно, прям суперлёгкий выбрать. Но, как вы мне сказали, нихрена не надо суперлёгкий выбирать. Типа играю на среднем. Но я играю на среднем. На стандартном. Так, смотрим, где у нас тут кто рядом стоит. Вот тут у нас где-то рядом... Где-то рядом чуваки. Вот тут их много где-то, должно быть. Целая толпень. Да откуда востока высыпает? Восток там даже не было. Пипец. И у меня... А, во. У меня жизнь пополняется, если я немножечко постою. То есть мне всего-то на всего нужно спрятаться где-нибудь и немножечко переждать. Всё. Отключаем. Генератор. Двигаемся дальше. Стоит тут в темноте. Опа. Да ладно. Так, но он хотя бы не крикнул. Контакт. Что уже хорошо. Так, двигаемся дальше. Вот ещё один стоит. Стоял. И ушёл. Так, вот ещё один стоит. Ушёл. Он ещё один стоит. И... Ушёл. Супер. Блин, ну вот тут, конечно, тяжелее. Так, с фонариком. Целая толпа ходит. Сколько я завалил, не знаю. Так, ну... Несколько точно. А может быть, сейчас даже и всех завалил. Нет, ещё бежит один. Не добежал. Где ты опять? Контакт орёшь. Так, вон там кто-то с фонариком начинает бегать. Это мне не нравится. Так, смотрим. Смотрим, где там кто носится с фонариками. Где ты там? Я тут что-то больше пока никого не вижу. Или это просто фонари? Так, ладно. Тут нам надо чё? Опа! Чувачок стоит. Прикиньте. Ты меня не видишь, что ли? Дурачок. Вообще дурачок. Так. Подобрать. Ноутбук подобрали. Замечательно. Ещё одно достижение получили. Так, теперь нам нужно к дому двигаться. А вот к дому двигаться прям вообще опасно. Я тут ещё не знаю, где кто находится. Сколько тут человеку дома? Вот один бежит. Что-то носится, носится. Где ты там? Я тебя убил? Ох ты, всё, понеслась. Валим, 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 быстрее валим. Надо спрятаться. Блин, долбят они прям дико. Очень дико долбят. Один есть. Да что вы, не дохнете-то. Так. Один спрятался. Вон он там ходит. Или ходил уже. Так. Ещё один бежит. И прям в репо получил. Так. Отличненько. Вроде со всеми разобрались. И чего? Так. Чего подобрать оружие мы можем? Серьёзно? Пресс-ф. Я нажимаю пресс-ф. И ничего не поднимает. Значит, не могу. Так. Внимательно смотрим. Так. Чё нам, получается, в дом надо зайти? Да пошёл ты! Испугал меня. Ох ты, блин. Где ты там? Блин, в темноте ни хрена не видно. Фонарик я не могу включить. Где контакт? Вот откуда он долбит? Я даже не видел, откуда он стреляет. Так. Один трупешник лежит. Ох ты, тут двое, даже трое, блин, как тут целая толпа их. Нифига себе. Вот это было опасно. Так, жизнь, давай пополняйся. Перезарядились. И... Ещё раз. Входим. Так. Так. Так, ещё один вот сюда спрятался. Во, мы толпу положили. Так, где-то тут один вот сюда спрятался. В этой комнате. Так, аккуратненько проходим. Заглядываем, потому что хреново знает реально, сколько тут народу вообще обитает. В какой-нибудь из комнат может ещё какой-нибудь упырёк стоять. Нет, вроде бы всех положили. Темень кромешная. Блин, а вот так только через прицел мы можем... Чего? Так. А мне сзади не прилетит сейчас? Пару выстрелов. Опа. Одного обезвредил. Хорошо. Так, тут у нас... Тут у нас... Так, это есть ноутбук, который мне нужен? Нет? Нет, а мне куда-то внизу надо что-то найти. Или мне вот эту дверь надо открыть? Нет, эту дверь мне не надо открыть. Так, в этой комнате что у нас? В этой комнате... Нифига у нас тоже. А, нету. Это что, у нас какой-то ящик. Так, блин, почему так темно? Какого хрена тут темнотища просто ужасная? Ладно, двигаемся потихонечку вниз. Вот, что-то вот тут надо открыть дверь. Дор закрыта. Найдите ключ и вернитесь, чтобы открыть дверь. Вы серьезно сейчас? Вы прикалываетесь? Где мне ключ искать? Микроволновка. А я даже не знаю, где ключ искать. Явно не в холодильнике. Я тут ни хрена не вижу. Мне еще надо ключ найти. Вы стебетесь, что ли, надо мной? Товарищ, товарищ, где ключ? Дайте ключ. Блин, ну, скорее всего, если ключ есть, он где-то наверху. Где-то, где-то. Так, приставка. Блин. Приставка какая-то, которую мы не можем сломать. Так, вот тут у нас что? Тут у нас какая-то дверь странная, которую мы тоже не можем открыть. В этой комнате ни хрена нету. Ладно, выходим. Вот сюда мы тоже не можем пройти в эту дверь. Поворачиваемся. Первая комната. Что мы видим в этой комнате? Машинка, ноутбук, кровать, тумбочка. Тумбочку мы можем залезть? Нифига не можем залезть. В окно смотрим. Никого не видим, ничего не слышим. Так, дальше в соседнюю дверь идем. Ой. Нифига себе тут чувак. А, чего пикап? А, во, ключик. Я нашел все-таки ключ. Так, теперь бы мне выбраться. Так, куда я смотрю-то вообще? Тут, оказывается, чувак стоял. А мы почему-то в эту комнату не заходили, и он не выбегал. Вы посмотрите, какой хитрожопый чувак, а? Так, опять мы в комнату забежали. Господи, в этой темноте вообще ничего не разобрать. То есть, куда чего нужно повернуться, где чего нужно сделать. Так, ладно, аккуратненько подходим и открываем дверь. Открыли дверь. Смотрим. Так. Хэдшот. Отличненько. Чувак. Вот так вот все, полежи тут. Так. Внимательно смотрим, чтобы нигде никого больше не было. Ой, прям в копчик ему дал. Так. А, это заложник. Блин, чуть-чуть его не пристрелил. Чувак, ты мне ничего не сделаешь. Так. Нажмите 9, чтобы позвонить куда-то. И ноль. Так. Так. В смысле? 9, 0. И я ничего не могу сделать. Блин, если тут нужна клавиатура, короче, где циферблат отдельный есть, то это облом. У меня нету. Так, чувак, мы выходим? Или как? Так, на нолик я его зову, нифига. На девятку зову, нифига. Да вообще... Можете гранату под ноги кинуть? Так. Стоп. А, вот он. Чувак, пошли со мной. А, во. Короче, на девятку я нажимаю, он идет за мной. Все. Так, надо автомат врубать. Так. И искать выход. Выход из дома. То есть нам надо его вывести. Я надеюсь, больше никого тут по дороге сейчас не будет. Смотрим. Может быть, тут опять враги появились. Так, вроде никого нету. Давайте попробуем его довезти все-таки. До высадки. Так, ты бежишь за мной? Где он там? Бежит. А что у тебя с руками? С тобой все хорошо, друг? Что-то он как зомби ходит. А что у тебя с руками-то? Чувак, ты меня пугаешь. Ты как будто какую-то хрень невидимую несешь. Ладно, хрен с ним. Будем двигаться дальше. Нам надо его отсюда вывести. Давайте, быстрее-быстрее-то все делаем. И ждем. Вы завершили игру Агент 0.1. Поздравляем. Все, вот такая вот короткая игра. Я бы не сказал, что она прям очень легкая. Это мы играли на нормальном уровне сложности. Тут уровень сложности, по-моему, штук 6 или 7. От Very Easy до какого-то там вообще адской сложности. Так что, если вам понравилась игра, обязательно поиграйте в нее. Она прикольная. Маленькая. И можно даже попробовать пройти ее на всех видах сложности. Интересно, кто-нибудь сможет осилить самый максимальный уровень сложности. Я, конечно, проверять это не буду. Но так вот сходу могу сказать, что мне игра понравилась. Мы уже играли на канале другую игру от этого разработчика. У него много таких разных маленьких игр. Но сделаны они достаточно качественно и в них прикольно играть. Особенно стрельба тут просто офигенная сделана. Это, конечно, наверное, заслуга больше движка CryEngine. Но все равно очень все круто. Моя оценка 5 этой игре. Хотя и она вообще максимально маленькая. Что, к сожалению, если была прям полная игра, большая, там с сюжетом, это прям вообще очень круто было. В общем, на этом все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии. Это помогает каналу развиваться. Немножечко набирать больше просмотров. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.